33 рубля вместо 22 за наличные расчёты, 31 за безнал. Такой тариф за проезд в общественном транспорте предлагает установить администрация с 1 октября. Но многие депутаты предложение не одобрили. Нельзя повышать тарифы на проезд, раньше декабря, считает Иван Ситников. Сейчас многие горожане на автобусах регулярно ездят на дачу, а потому резкое повышение стоимости билетов больно ударит по их кошелькам. Тариф, предложенный администрацией Иван Иванович, также предлагает пересмотреть. Взять пример с Думы Нижнего Новгорода. Автоперевозчики Нижнего областного центра выходили в свою Думу с предложением увеличить тариф до 42 рублей за одну поездку. Депутаты поступили мудро, сделали 35 за нал и 30 за безнал. А там расстояние маршрутное гораздо протяженнее, чем наше. Значит, затраты перевозчиков тоже значительно больше. Но, тем не менее, была найдена золотая середина, был найден компромисс. Поиском так называемой «золотой серединой» занимались народные избранники на очередном заседании Думского комитета. Последнюю индексацию тарифов в Сарове проводили в 2018 году. Администрация предоставила экономическое обоснование о повышении тарифов. Так, исходя из объёма пассажиропотока, который составляет около 2 миллионов поездок в год, и величины выручки, необходимой перевозчику для покрытия расходов 49 миллионов, и были предложены тарифы – 33 рубля за наличный расчёт и 31 за безнал. Повышение не коснётся проездных билетов для льготных категорий граждан. Да, кто платит, налом или безналом, мы только об этом говорим. Никак не хотим затронуть пенсионера, погорчить, обидеть. Когда им это может быть говорят, они думают, что их проездной увеличится, понимаете? А проездной-то не увеличится, поэтому это заблуждение. Поэтому нужно говорить, что это к ней не относится. Понятно, что мы же сейчас и говорим, что ветеранов это не затронет пенсионер. Повышать тарифы крайняя мера, считают многие народные избранники. Для начала важно залатать другие дыры в работе перевозчиков. Среди них – оптимизация маршрутной сети. За последние годы в Сарове всё больше выручки за поездки получают именно частные перевозчики, в то время как «Горавтотранс» остаётся на вторых ролях. К единому мнению депутатам прийти не удалось, а потому вопрос направили на проработку. Отдельно его рассмотрит рабочая группа Думы. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров, 24.